Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня. Буду читать из послания Галатам, 4 глава, 3 по 5 стих. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Очень сильное слово Галатам, и вообще послание Галатам очень сильное. Там, так сказать, были всякие непонимания, связанные с законом, что выполнять от закона, который раньше был дан евреям, что не выполнять. И там, в общем-то, надо было разъяснение, и Павел очень там мудро объясняет это все. Но здесь он говорит, мы были пока в детстве, пока мы не знали Христа, мы были порабощены вещественными началами мира. То есть, то, что в этом мире воздействует, это нами, как, сказать, и господство. Вот я сейчас думаю, во времена короны тоже люди так сильно, некоторые впадают в страх, или это, то, что вот здесь пропадет, может, потеряю работу, может, будет то, другое. Все это, конечно, тревоги, которые есть в этом мире, но мы знаем, мы подчиняемся Господу. Мы в царстве Его находимся, Он будет заботиться о нас. Дело в том, что мы, как сыны и дочери Бога, мы знаем, что Он с нами и в трудные, и в хорошие времена. И Он нам поможет, а после этой жизни у нас есть вечная жизнь, у нас все не кончается, даже если будет смерть, даже если будут трудности. Мы Его дочери и сыновья, мы не подчинены больше, не порабощены вещественным началом этого мира. Мы живем под Его началом, Он наш Царь, это так здорово. Мне вчера написала женщина, сестра, очень такая глубокая, сильная сестра, о том, что мужа, у него инсульт, и он оказался в больнице. И вот, ну так, в общем, тяжело попросила молиться. Мы молились, конечно, мы верим, что Бог исцелит, потому что мы ранами Его исцелились. Но мы знаем, и что если не исцелит, то мы все равно Его дети. Это так важно знать. И она пишет стихотворение по этому поводу, но меня так тронуло. Хочу поделиться, каким бесценным стало все, когда в твой дом ворвалось горе. Тебя не радует ничто, ты весь в раздумье и напоре. Казалось, этому не быть, в один момент исчезли планы, при всем при этом надо жить. И если даже очень странно, но жизнь идет и с нею ты, шагаешь в ногу, хоть хромаешь. Заветные ушли мечты, как поступить, порой не знаешь. Ты в жизни был порой герой, теперь беспомощный и жалкий. Проблемы целой горой, но кто-то есть с тобою рядом. Он не оставит никогда. Если даже вьюга воет, он помогал везде, всегда, в любую жизни. Непогоду, минуту грустные твои дает поддержку, силу свыше. Как важно упованием жить и голос Иисуса слышать. Пусть не пугает тебя шторм, Бог допустил и он поможет. Тебе он руки распростер, ты для него всего дороже. Вот представляете, несчастье пришло, да? Муж в больнице. Все немило. Мечты какие-то вместе, хотелось что-то делать дальше. И вдруг ты не знаешь, как будет дальше. Ты знаешь, что Господь поведет дальше. И вот это отличает сына или дочь Божию. Он, так сказать, находится все равно в Божьем Царстве. И ты знаешь, что Бог поведет так, как будет лучше. Потому что Он заботится о нас. Мы Ему наши заботы, нашу боль все кладем к ногам и говорим, помоги Господи. Да, Он исцелял, да, Он исцеляет, да, Он будет исцелять. Но не все исцелились. Не все исцеляются. Не все исцеляются сразу. И поэтому Бог царь нам всем. И мы знаем, что Он царь. Мы на Него уповаем. И даже если не так, мы как дети Его имеем в Нем, так сказать, и зновение, мы не подчиняемся вещественным началам этого мира. После этого мира мы будем с Ним в Его том ином царстве. Я прочитаю из 2-го послания к Олимпианам, 5-я глава, 15-й стих. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Я вот так слышу в стихотворении. Та же сестра, они с мужем жили для Господа. Они жили для Него, потому что Он за них умер. Он за них воскрес. Он их Бог. И вот теперь, когда случилось несчастье, Он опять их Бог. Он опять поможет. Он опять проведет через все трудности. И в конце концов, Его имя будет прославлено. Прочитающее послание к Титу, 2-я глава, 14-й стих. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. И очистит себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Да, и сейчас. Он очистил нас. Он сделал нас для Него, чтобы делать добрые дела. Вы знаете, для меня это добрые дела. Когда я слышу в семье несчастье, когда я вижу, человек может в душе плачет, но он имеет надежду на Бога. Он ведет себя совершенно по-другому, чем те люди, которые не имеют Бога Отцом. Не имеют в Нем. Так, кстати, по Ванне мы видим все равно Иисус рядом. Он поддерживает. Он пронесет. И даже если ты идешь долиной смертной тени, Он рядом с тобой. Его посох, Его жезл, они успокаивают тебя. И это так важно. Всегда быть с Господом. Особенно в трудные времена чувствуется. И ты отличаешь людей, которые надеются на Бога. Они другие. И они не теряют свой мир и покой с Богом. Они все равно пребывают в Его руках, как дети, и знают, что Господь поведет их. И все будет, в конце концов, так, как Он задумал. Да будет имя Его прославлено. Иисус, мы любим тебя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok